У нас день, мы со Светой поехали в город, мне надо кое-что прикупить и забрать заказ в Алберес. Мы там с детками выбирали сладости разные, они на свой вкус выбрали, мы заказали их. И они у нас сегодня пришли. Ну и мне надо в магазин еще зайти. Ладно, идем на автобус и едем в город. Пойдем вот там вот, пройдем через парк. Мы в городе, сейчас пойдем в Алберес. Все, там люди фоткаются тоже. Сейчас возле администрации идем. Ладно, идем. Всем добрый день, мы приехали из города. Сейчас покажу первую покупку, потому что оно сейчас растает на доброй. Так, ну первое сухарики, там взяли магазинчик новый открылся, и там есть печеньки, сухарики. И вот такой вот ирис с орешками и без, просто молочным. По 35 рублей, кстати, в магазине. Там же, где и котлеты продаются. Если кто-то интересно, могу сходить туда же снять. Давайте найдем, что я сейчас вам покажу. Дочь у меня просила по секундечке купить. Вот набрала, и они уже таять начали. Поэтому быстренько сейчас в морозилку убираю. С картошкой опять. И котлетки в этот раз взяли шницель домашний, по 204 рубля, по-моему, за килограмм. Ну, вот не помню. Ну, вот такие вот в целом покупки. Сейчас уберу морозилку, вернусь к вам. Так, следующее, что я покажу. Стояли мы на остановке и зашли в магазин. Взяли орешки со сгущенкой. Целую кучу я набрала. Орешки у меня дети любят. Вот столько вот набрала орешек со сгущенкой. Ну, потому что дети их любят. Пусть будут дома вкусняшки. Дальше. У нас в магазине здесь зашла, взяла творог в такую упаковочку. Два литра молока, потому что сегодня дети будут, скорее всего, мороженое опять доделать. И, ой, извините, и две булки белого. Так, хлеб сразу убираем сюда. И сейчас покажу все, что заказала я на Валберес, потому что многие эти видео ждут. Знаете, сегодня пришли мы в офис в Валберес, и там мне говорят, после твоих видео про мороженое, помните, очень много стало приходить мороженое в наш пункт выдачи. Я очень рада, что многим понравилось. И, кстати, многие даже делают не на молоке это мороженое, а на сливках. Да, сына? Налить водичку? На сливках делают, и сказали, очень вкусно получается. Мы тоже, вот, сегодня мы ходили в магазин и смотрели, где сливок не нашли. Завтра попробуем сливки купить и сделаем на сливках. И потом вам скажем, как оно будет, потому что многие сделали на сливках, вместо молока заменили. И получилось, сказали, очень вкусно. В целом, что я сегодня заказала? Ну, не сегодня заказала, заказала еще, наверное, неделю назад, даже больше. И пришло. Ну, первое, давайте покажу вот это, потому что это открывать не надо. Это паяльник. У нас наш паяльник, когда нам в последний раз делали дырки, сгорел. Поэтому заказала паяльник вот такой вот. Паяльник не всегда надо. Очень часто он нужен. Ванечка, иди играй, сейчас мама все откроет, потом вам вынесет. Да, хорошо, сына? Так, сейчас покажу, что пришло у меня здесь с Валберес. Кстати, я очень много заказала обуви Валберес. Ну, не знаю, по качеству, по идее, хорошее, не хорошее. Мне мои подписчицы помогали. Ну, вот, коробочка первая пустая. И, как я вам говорила, что мы в тот раз заказали мармеладки-червячки. В этот раз мы тоже заказали червячков, но других. А здесь должны быть вишенки. Сейчас попробую. Оно тут уже приоткрыто. Вот такие вот вишенки. Мармеладки очень вкусные. Беру не ее первый раз. И мы всегда стараемся разные, которые мы еще не пробовали заказать. И мармеладки вкусные. Да, ребята, я заказывала вот такую коробку. Мне выгоднее взять. Вот за эту коробку я отдам, например, 250 рублей. Тут килограмм. Мне выгоднее взять на мою большую семью. Многие, кто... Ой, давно на нас подписан. Все прекрасно. Оксана, подожди. Знает, что у меня большая семья. Дальше что хочу посоветовать. Что вот я в этот раз заказала на Валберес. Тоже целую коробку. Сразу же целую коробку, ребята. Вот такая вот коробка приходит. И здесь зефир. Целая коробка вот такая вот зефира. Зефир приходит хорошая. Фирма Нева. Вот такая кондитерская фабрика. Зефир с ароматом ванили. В этот раз взяла. За эту коробку 280 рублей отдала. По сути, хорошая. Зефир приходит мягкий. Классный. Вот. Я его перед вами разламываю. Он мягенький. Очень вкусный. Честно, я первый раз зефир у них заказала. Но мне понравилось. Буду заказывать. На селью, по сути, это немного. Вот такая вот фирма. Кондитерская фабрика. Нева. Поэтому рекомендую. Мне понравилось. Сразу же и попробовали. Да, с вами. Дальше. Вот такой вот заказик. Тоже с Валберс. Я представляю, что после этого видео выйдет. И сколько будет заказов. Извините, пожалуйста. Если вам будет тяжело. Ну да, многие, кого я встречаю, многие меня увидели. Сказали, Настя, спасибо. Мороженое вкусное. Мы после этого видео заказали. Да, я многих таких людей встречаю в нашем городе, которые благодарят. И вот так же с одеждой. Сколько у меня выходило видео. Потом мне звонят. Настя, скажи, пожалуйста, где брала, что брала. Вот последний раз я брала Маше брюки в клеточку. Помните? И мне написало человек 5-6, наверное. Спрашивали, где и что я взяла. Так, сейчас попробуем открыть. Я открыть не могу. Оксана, подожди немножко. Оксана тут стоит, ждет, когда же уже сладости дадут. Сейчас открою сразу и покажу. Заказала вот что. Первый раз это заказала. На пробу. Сейчас мы с вами сразу... Ох, какая красота, ребят. Мало того, что вот коробочка красивая, да? А тут, посмотрите, какая красота. Классно. Напробую рахат лукум. Лукум ассорти. Ручная работа. Заказала. Вот они должны быть вот такие вот, как на картинке. Видите? И вот деткам заказала. Такая коробка недорогая. Если кому надо, напишите в личку. Я вам ссылочки дам все. И мне как бы не трудно. Это не реклама. Это просто мы себе взяли на пробу. Слесетки классные. Ну, пока открывать не буду. Потом с детками откроем. Обязательно поедим. На, положи, пожалуйста, упаковку. Дальше. Дальше, дальше. Это мороженое, которое уже по нашему городу все почти попробовали. Какое я в этот раз заказала? Клубничное. Оксана сразу забирает. Фисташковое. И ванильное. Еще один заказ у меня, от которого вы будете вообще все в шоке. Вот он. Кто догадается, не знаю. Но дети очень любят попкорн. У нас попкорн покупать, ну, 40 рублей за маленькую пачку ты отдашь. Ну, по идее, не маленькая, она такая длинная. Ну, где-то так. Ну, по ширине такая, да. Поэтому я решила заказать зерна для попкорна. Вот за эти две пачки тут 1,6 кг. 240 рублей, по-моему. Выйдет очень много попкорна. Это выгодно. Поэтому в ближайшие-ближайшие дни мы с вами будем пробовать делать попкорн. Попкорн фирма Кубань Матушка. Вот такая вот. Обязательно попробуем, сделаем. Она так и предназначена, что она для попкорна именно. Есть просто кукуруза продает. Там не написано, что она для попкорна. Там написано, что для зверей. А это вот именно попкорн, видите, написано. Так что смотрите сами. Многие, конечно, ссылки не просят. Многие просто сами начинают заказывать, забивать и заказывать. Поэтому желаем приятных покупок. Вот такой вот был обзорчик покупок. Напишите, что вы после этого закажете. Обязательно мне будет очень приятно. Зефир рекомендую. Зефир, ребята, сладкий. Очень сладкий, очень мягкий. Смотрите. Видите, прямо мягенький такой вкусный зефирчик. Я знаю, что после этого мне напишут, Настя, зачем на камеру жуешься опять. Ребят, но оно реально вкусно. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был заказ. Вот такие были покупки. Если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну, а мы все это пойдем убирать. Пока я ездила в город, Муж приготовил пюре. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Кушаем мы их с сарделькой. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня занимаюсь заготовкой. Занесла кабачки, замочила огурцы. Сейчас буду чистить кабачки. Помыла банки. Потом, перед тем, как буду еще закладывать туда все, что мне надо, я буду еще кипятком обдавать. На всякий случай. Хоть вы мне и пишите, Настя, зачем такая муторная работа. Но вот решила так. Огурцы замочила. Сейчас моя задача почистить кабачки, помыть, почистить, обработать. Все приготовить. Морковку натереть, начистить. Лук и все остальное. Будем сегодня засаливать огурцы и варить кабачковую икру. Если интересно, то оставайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!